Всем привет! Чтобы не потеряться, если вдруг YouTube перестанет работать, рекомендуем подписаться на нас в ВК, Телеге или Рутубе. Там мы также публикуем наши ролики. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. В топ-3 самых желанных подарков этого года входят часы и наушники от тюменского бренда Case Guru. Доступны даже для небольших зарплат. Все потому, что часы-смартфоны от тюменцев выполняют функции смартфона. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них, а еще набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с разными системами Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном. В отличие от Apple Watch, совместим их только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут полтора дня. Но тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов из Case Guru из гипоаллергенного силикона. Не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннесса. В них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия. Личный тренер на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея, как у флагмана Apple. Потому что экраны заказывают на одном заводе. Стоят в разы меньше американцев. Как особый бонус, тюменцы дают пожизненное обслуживание, гарантии и хорошую скидку на свои устройства. Сканируйте QR-код или переходите в описание. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод RUSR2411 на скидку до 500 рублей. Изгнание российских программистов из состава разработчиков операционной системы Linux может показаться небольшим инцидентом на фоне общей западной русофобии. Однако на самом деле этот случай обнажает глубинные процессы, происходящие в финском обществе, поскольку Linux происходит из Финляндии. О чем идет речь и как устроен финский нацизм? Недавно стало известно, что из числа разработчиков операционной системы Linux отстранены 11 российских программистов. Эта система провозглашает свободу и открытость разработки программного обеспечения. Но, как выяснилось, данная свобода должна реализовываться без России. С дроблением такого подхода выступил и создатель системы Linux Торвальц. Он фактически подтвердил, что программистов уволили ни за что. Кроме той причины, что они русские. У них российский паспорт. Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию? Риторически спросил Торвальц. Финляндию порой принято воспринимать как страну, населенную очень добродушными и терпимыми людьми. Однако в реальности в стране все более распространяются различные течения неонацизма. То, что гражданин мира, как у нас порой думает о программистах, Торвальц, оказался финским националистом, вызывать удивление не должно. Национализм в Финляндии существует разный, как маргинальный, так и внешне респектабельный. Второй его вид воплощает крупная партия истинной финны, которая в настоящее время входит в правящие в стране политическую коалицию и имеет в своем распоряжении ряд министерских постов. В прошлом году из шкафа этой партии с грохотом вывалились несколько скелетов. Сначала пресса раскопала скандальные факты о свежеиспеченном министре экономики Вильгельме Юниле. Оказалось, что Юнила постоянно применял цифровое сочетание 8-8, принятое у неонацистов за кодированное приветствие Хайль Гитлер, вел свою агиткомпанию под слоганом «Подай газу», что многие воспринимали в качестве юмористического обыгрывания темы газовых камер Третьего Рейха, посещал мероприятия ультраправых радикалов. Юниле пришлось уйти в отставку. Вместо него в правительство пришел не менее колоритный сменщик Вилли Рюдман, тоже член истинных финнов. Издание Хессингса «Намат» опубликовало детали личной от 2016 года переписки Рюдмана с его подругой. Будущий министр, тогда депутат парламента, называл выходцев с Ближнего Востока обезьянами, сравнивал самолийцев с сорняками, и поэтому их надо выявлять и перемещать в другое место. Рассуждал в негативных тонах о израильтянах и африканцах. Переписки Рюдман называл себя нацистом и ругал немцев, которые разрушили памятники своим нацистским вождям. Публикация переписки Рюдмана никаким последствиям для него не привела. Точно так же сумела выйти сухой из воды и вице-премьер-министр финансов, глава истинных финнов Рика Пура. Журналисты подняли ее интернет-комментарии от 2008 года, в которых та оскорбляла чернокожих, мусульман и допускала высказывания, которые вполне можно было расценить в качестве призывов к насилию в отношении означенных групп. Пура тут же стала отпираться, что те ее высказывания вырваны из контекста, потому что это была типа шутка, и что она никогда не оправдывала насилие в любом виде. В июле 2023 года в Хельсинге состоялась демонстрация, участники которой требовали изгнания членов Российской партии «Истинные финны» из правительства. Один из организаторов этой демонстрации, Оути А. Алтонин, рассказал журналистам, что скрытый расизм – явление, распространенное в финском обществе. По ее словам, росту популярности «Истинных финнов» поспособствовала тяжелой экономической ситуации в Суоми. В подобные времена люди склонны верить политикам-популистам, предлагающим простые решения нелегких вопросов. Но, несмотря на массовое негодование, Рико Пуро наотрез отказалась уйти в отставку. Однако существует и так называемый незавой национализм. Как сообщила минувшим летом финская полиция безопасности, местные поклонники ультраправых идеологий для легализации все чаще используют клубы боевых искусств. Там ультраправые налаживают связи и вербуют в свои движения новых членов. Данные клубы встроены в деятельность сетевых структур, объединенных специфической идеологией. В рамках этих сетей еще несколько лет назад в стране действовали члены запрещенного Финляндии неонацистского северного движения сопротивления – ПВЛ. Это разветвленная организация, провозгласившая свою целью создание национал-социалистической республики, в состав которой должны войти Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и, возможно, государства Прибалтики. Участники ПВЛ превозносят Гитлера, заявляют о желании сохранить чистоту расы, выступают против израильтян и мигрантов из стран третьего мира. Еще в 2015 году радикалы устроили демонстрацию на улицах города Ювяськуля, закончившуюся погромами. А в 2018 году ультраправые провели в Хессинке демонстрацию с флагами, со свастикой и факельное шествие. В 2020 году финский филиал ПВЛ был запрещен Верховным судом страны. Суд указал, что эта организация нарушала закон и базовые права человека, а ее члены имеют множество судимостей за насилие. Однако после формальной ликвидации финские неонацисты продолжили деятельность, но уже более осторожно, осмотрительно, применяя сетевой подход. В частности, знамя ПВЛ подхватила ультраправая группировка «Войны Одина». Финские неонацисты занимаются не только пропагандой и могут при случае перейти и к реальным действиям. Так, в июле 2023 года финская полиция сообщила об аресте членов ультраправой группировки. Неонацисты занимались изготовлением пистолетов-пулеметов типа FGS-9, которые они печатали на 3D-принтере и готовились к осуществлению массовых убийств. Убивать они собирались людей другого цвета кожи, а также тех, кто не разделяет радикальных националистических воззрений. Финская пресса пишет об огромном интересе финнов к интернет-сервису в стране 404, собирающему деньги для нужд их армии. Перечислив определенную сумму, можно заказать по своему желанию надпись на снаряде, которая полетит в сторону российских солдат. Как утверждают хозяева этого сервиса, именно финны и донатят им чаще всего и заказывают самые злобные надписи на снарядах. Такого рода надписи на этих снарядах заказывают не только никому неизвестные маргиналы, но и люди, известные в финском обществе, например, депутат парламента Микка Кярна, председатель парламентского комитета по иностранным делам Юси Хала Аха, писательница Софи Оксанин. Кстати, вышеупомянутый Хала Оха, он в последнее время успел стать спикером финского парламента и поучаствовать в парламентских выборах, сам с гордостью сообщил, что заказывал надписи на этих снарядах. Его пост стал ответом Хала Аха на развернувшиеся в газете Кейсинг Санамат обсуждение того, насколько далеко может зайти демонизация россиян. «Если в сложившейся ситуации убийство русских солдат правильно и необходимо, также является правильным и необходимым все, что способствует этому», заявил Хала Аха. Под этим постом разразилась бурная дискуссия. Далеко не все, кстати, поддержали кровожадные высказывания политика. Некоторые указали на вину за конфликт США и НАТО. Сам же Юси Хала Аха, испугавшись чрезмерной шумихи, возникшей из-за его поста, позже его удалил. Неудивительно, что при таком распространении ксенофобских, радикально-националистических и русофобских настроений в финском обществе они инфицировали армию и силовые органы СУОМИ. Один из многих примеров, свидетельствующих о том, насколько далеко зашло дело, летом 2021 года полиция финского региона Восточная Усимаа расследовала связь ряда своих сотрудников с праворадикальными кругами. Нескольких полицейских тогда отстранили от работы. Выяснилось, что стражи порядка, разделявшие ультранационалистические идеи, общались с членами неонацистских организаций и даже снабжали их секретной информацией из полицейской базы данных. Один из уволенных координировал сбор денег и вещей для членов неонацистского батальона в стране 404. Можно не сомневаться, что у него остались единомышленники, которые работают в финской полиции и по сей день. Распространению ультраправой идеологии в СУОМИ способствует объективная проблема, связанная с наплывом в страну мигрантов из стран третьего мира. Эти мигранты, особенно молодежь, зачастую пополняют ряды этнической преступности. Однако, если принятые в Финляндии нормы толерантности запрещают впрямую критиковать мигрантов, можно удостоиться клейма нациста, то открыто ненавидеть русских – вещь вполне социально допустимая. Иначе говоря, нацизм по отношению к русским фактически одобряется. Об этом в частности и свидетельствует заявление Торвальдса. И еще в нашем блоге на Бусти вышли новые видео. Почему некоторые делят мигрантов на правильных и неправильных? Зачем националисты хотят впустить в Россию огромное количество граждан из страны 404? Как определить, кто перед вами враг или патриот? Почему некоторые националисты не гордятся достижениями страны? Какие признаки того, что мы выиграем войну? Фронт разваливается или нет? Почему на Западе заговорили о переговорах? Обо всем этом подробно рассказываем в нашем блоге на Бусти. Там нет рекламы, видео появляются в раннем доступе, ничего не тормозит. И плюс ко всему есть ролики, которые никогда не появятся в открытом доступе. Ссылка находится в описании под видео или в виде QR-кода на экране. Переходите и подписывайтесь на наш Бусти. Субтитры создавал DimaTorzok